Всем привет, с вами Лана и вы смотрите обзор техники от компании Allo. Я думала, меня уже ничем нельзя удивить, но дизайнерам компании Fly это удалось. Они выпустили смартфон, глядя на который можно гордиться тем, что у вас есть этот телефон. Сегодня мы поговорим о Fly Tornado One. Устройства компании Fly относятся к разряду недорогих, поэтому их обычно отличают по простым формам и относительно простым техническим характеристикам. Но тут инженеры компании Fly собрали всю волю в кулак и выпустили вот такого вот няшку. Fly Tornado One построен на платформе MediaTek MD6592M, которая включает в себя восьмиядерный процессор ARM Cortex-A7 с частотой в 1,4 ГГц, а также графический ускоритель Mali-450MP2. Вместе с одним гигом оперативки этого достаточно для обеспечения производительности. Объем встроенной памяти составляет 8 гигов и может быть дополнен картами памяти microSD. Смартфон может гордиться не только количеством ядер, которых у него целых 8, но и просто шикарнейшим дизайном. Кстати, глядя на этот смартфон, не сразу можно понять, где у него передняя панель, а где задняя. Дизайну устройства производитель уделил немало внимания и результат стоил того. Смартфон получился очень изящным и стильным. В то же время формы у него просты. Прямоугольный брусок со скошенными краями. Задняя панель покрыта стеклом Gorilla Glass, в то время как передняя Dragon Trail. Такой вот известный сэндвич с двумя стеклами выпускала компания Apple в моделях iPhone 4 и iPhone 4s. Flight Tornado One имеет экран с диагональю в 5 дюймов и разрешение 1280 на 720, то есть плотность равна 320 ppi. Очень неплохой результат для смартфонов такого уровня. Изображение хорошо видно под любыми углами, как при ярком солнечном свете, так и в темноте. Также я осталась довольна, как смартфон реагирует на прикосновения. Не нужно по несколько раз тыкать в одну и ту же точку, реакция моментальна. Это очень актуально, когда на улице холодно и ваши пальчики замерзли. И кстати, он поддерживает до 5 одновременных касаний. Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей и оснащена сенсором Sony Exmor RS. Есть тут и автофокус, и возможность выбрать среди десятка различных автоматических режимов. Казалось бы, просто идеальный набор, но даже этого оказалось недостаточно для хорошего качества снимков. Да, мы девушки такие требовательные. Нет, я конечно не хочу сказать, что фотографии получаются плохими, но все равно в этом вопросе Fly немного уступает другим более известным компаниям. Впрочем, для своего уровня Tornado One выдает достойный результат. В том числе и в деле создание видео у пользователя есть возможность снимать ролики в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Фронтальная камера на 2 мегапикселя обеспечивает достойное качество для видеосвязи, а также может снимать Full HD видео. То есть со своей основной задачей она справляется на ура, но вот любители селфи будут не очень довольны. Аккумулятор. Аккумулятор у смартфона несъемный 1920 мАч. В плане живучести он не совершает никаких чудес, его заряда хватает на день-полтора, поэтому ночуйте дома и заряжайте телефон раз в день-полтора. Подводя итог, хочу сказать, что эксперимент у компании Fly удался. Тем, кто ищет смартфон с хорошей производительностью, ну и просто шикарнейшим дизайном, Fly Tornado One подойдет. Любителей там всяких Galaxy и iPhone он не заинтересует по определению, но своих поклонников точно найдет. С вами была Лана с обзором мега стильняшного смартфона Fly Tornado One от компании Allo. Если вам понравился его дизайн, ну или вы видите сходство с каким-либо другим телефоном, пишите об этом в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и смотреть другие видосики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok